Какой объем памяти для своего гаджета Apple лучше всего выбрать? Это тот вопрос, с которым я очень часто сталкиваюсь. Что ж, пришло время ответить на него. Меня зовут Максим, вы на канале Демис Лаунж. Поехали! Причем давайте отсудим не только айфоны, но и смежные устройства, айпады, маки. Там это тоже важно и тоже есть определенные нюансы. В принципе, даже можем про Apple TV поговорить. Почему нет? Если такой ролик понравится, с вас лайк. Естественно, мне это поможет в развитии канала. И вот там внизу подписывайтесь на канал, жмите на колокол, ничего классного и интересного не пропустите. Естественно, YouTube вам пришлет уведомление с выходом нового ролика. А давайте прям сразу с Apple TV и начнем, потому что она у нас поставляется в двух размерах. Один поменьше, один побольше. И в принципе, давайте я вам скажу честно, если вы выбираете с Apple TV, то по-хорошему вам нужно просто брать ту Apple TV, которая вас устраивает по разъемам. Потому что в той, которая на большее количество памяти, там есть Ethernet. В той, которая на меньшее количество памяти, там Ethernet нет, если мы говорим про последнюю Apple TV. И все. Вы все равно очень маловероятно забьете это пространство, потому что Apple TV это не та штука, которую вы прям скачиваете туда фильмы, храните на ней свои фильмы. Нет. Это скорее стриминг-коробочка, которая вам позволяет это делать. Поэтому нужен Ethernet. Берем, естественно, большую память, но, к сожалению, она дороже. Если не нужен Ethernet, ну, значит, берем меньшую память, но зато она дешевле. Раньше еще был актуален вопрос по поводу памяти в Apple Watch. Типа, там тоже бывали разные варианты, но вот, мне кажется, на это уже все забили, в том числе и сами Apple. Да, например, в последних, там, в Series 9 и в Watch Ultra 2-го поколения, они увеличили объем этой памяти, но это даже нигде не освещается, потому что всем тупо пофигу. Все ваши песенки туда в любом случае влезут. Влезали на iPod, когда они выходили, ну и сейчас, конечно, тоже влезут, поэтому по поводу Apple Watch, если вы когда-то видите там, ой, а здесь 16, а здесь 32, а здесь 64, вообще пофигу. Вернемся с вами к нашим объемам памяти. Давайте дальше поговорим про Mac. На Mac'ах здесь можно очень-очень глубоко копать, потому что огромная вариативность памяти на некоторых моделях от 256 гигабайт и вплоть там на некоторых моделях до 8 терабайт, и понятное дело, что на самом деле каждый будет подбирать под свои собственные задачи, это абсолютно нормально. Единственное, о чем здесь нужно говорить в Mac'ах, это то, что память у Apple дорогая. Зачастую подключить внешний жесткий диск, даже это будет какой-то хороший скоростной SSD, будет намного выгоднее, намного выгоднее, в разы выгоднее, я бы так сказал, поэтому сильно переплачивать за память, что вот вам прям 8 терабайт надо, 4 терабайта, я, наверное, не очень вижу большой смысл. Единственное, что вы должны понимать, Apple в последнее время, ну не то чтобы хитрит, это скорее такая общая проблема индустрии, в общем, та память, которую они используют, они используют ее в RAID массиве. Что такое RAID массив? Это когда вы берете один чип памяти, второй чип памяти, объединяете их с помощью специального алгоритма и получаете повышенную скорость. Собственно, это всегда используется, вот у меня, например, стоит от Synology нас хранилище, и я там тоже себе такой RAID собрал, и, собственно, диски работают несколько быстрее. Но проблема в том, что раньше у Apple, например, в модели на 256 гигабайт стояло два таких хранилища, 128 планочка и 128, они их объединяли, получалось, 256, быстрой памяти. Но потом перестали производить эти планки по 128, и, соответственно, Apple стала ставить одну планку по 256. Это все те же 256, но уже одной планкой. И объединять это не с чем, поэтому скорость, естественно, ниже. Поэтому многие стали жаловаться, MacBook на M.2 там намного ниже скорость, чем была раньше. Как бы да, но это не то, чтобы прям сильно большой косяк Apple, просто вот такая вот тема сложилась. И теперь у нас получается, что нужно брать уже минималку 512, тогда там будут стоять 256 и 256, и можно ускорить память. Но я вам больше скажу, так можно пойти дальше, потому что если вы берете на терабайт, то на терабайте не стоит 512 и 512. Там стоит 256, 256, 256, 256, и вы объединяете уже 4 вместе, а значит скорость еще больше возрастает. Поэтому, как бы, если вы хотите выжать максимальную скорость от SSD, это вам нужно брать версию от терабайта. Если вам, в принципе, достаточно, чтобы это было быстренько, вы можете брать версию на 512. На 256 в последних маках, как вы должны понимать, будет вот более медленная память. Насколько более медленнее, сильно ли это влияет, вы можете посмотреть тесты в нужных вам приложениях. Из моего опыта для, там, не знаю, 95% пользователей, даже тех, кто там монтирует еще что-то, любой памяти будет достаточно, будет за глаза. Но есть те люди, которые такие, а вот я файлы передаю 99% своего времени, и мне этого недостаточно. Окей, чувак, тебе уже тогда нужно брать больше объема. Дальше давайте, наверное, что больше всего все ждут, айфончики. Самое интересное, наконец, уже с вами оставим iPad, ну потому что iPad тоже через призму айфонов проще рассматривать. Айфоны. Я вам скажу честно, я не фанат огромных терабайтных версий, потому что, как по мне, это просто излишняя переплата денег. Чтобы забить терабайт, нужно снимать очень много видео, нужно снимать очень много контента, новые айфоны с USB Type-C, и если ты столько снимаешь, возможно, действительно проще снимать на внешний SSD. Это будет дешевле, это будет удобнее, раз ты столько снимаешь, значит, тебе это все равно куда-то нужно перекидывать, у тебя сразу это будет на жестком диске. Поэтому, если ты прям супер видеограф, окей, подключи SSD и вперед. Версия на 512, она как бы тоже ближе вот к этой теме, большинство людей не смогут забить 512 гигабайт, ну то есть я не очень представляю, что нужно сделать, чтобы забить такую память. 256 во многом уже для большинства продвинутых людей, которые много пользуются смартфоном, это на сегодня будет отличный вариант. И если мы посмотрим на 15 Pro Max, он начинается уже как бы с этого объема, то есть он продается базово с таким количеством памяти. Но для всего остального база у нас идет 128, и для 14 айфонов, и для 15 айфонов, кроме Pro Max, поэтому большая часть людей рассматривает нее и такие, а мне этого хватит или мне этого не хватит? Здесь важно понимать, как вы используете смартфон, и я, наверное, здесь оттолкнусь от своего примера, я буду ждать ваши примеры внизу в комментарии, потому что у всех это по-разному, и то, что я в целом говорю, это лично мое мнение, это не вот что правда и истина последней инстанции, вас может быть по-другому, с удовольствием почитаю, что думаете вы. Лично мой опыт, у меня сейчас занято меньше 60 гигабайт, меньше половины пространства на телефоне. Вы скажете, чувак, ты типа и видосики снимаешь, и фоточки, и соцсети ведешь, и то, и все, а почему так мало? Потому что я использую iCloud, и у меня все фоточки, все документы, которые мне важны, они выгружаются просто в iCloud. Ой, платить еще за хранилище iCloud, это сложно, дорого, неудобно, все это хрень. Ведь по сути это намного более удобно, да и у Apple, наверное, с именно интеграцией одна из лучших тем сделана, то есть у вас есть iCloud Drive, у вас есть фоточки, у вас там всякие заметки, все это синхронизируется, и все это находится в iCloud. И да, если вы думаете, что типа, ну, это из России оплачивать сложно, это оплачивается вообще очень легко, либо через Beeline МТС, либо покупаете карту пополнения, они продаются на всяких там платимаркет, на Tele2, в общем, это не проблема найти. Даже если завтра вот такие Apple, все, мы закрываем все в России, вы просто покупаете карту пополнения американского Apple ID, делаете себе американский Apple ID, переводит там свой регион на эту учетку, и все. И как вы пользовались, так и будете пользоваться, еще и разных плюшек получите, типа какого-нибудь Apple News+, почему нет. Но, если мы там посчитаем, конечно, русский регион будет значительно выгоднее, и в российском регионе цены, например, очень приятные на iCloud. Вот эти базовые iCloud, которые идут там 200 гигабайт за 149 рублей в месяц, или 169, я сейчас точно не помню, но это вообще подарок. Да, есть 2 терабайта за 599 рублей в месяц, это тоже отлично. Условно, смотрите, берем вот самую массовую ситуацию, у вас на 128 телефон, как у меня, и у вас 200 гигабайт в iCloud. Вы платите 100, даже 69 рублей в месяц, это около 2000 рублей в год. То есть, чтобы отбить стоимость памяти iPhone, который следующий идет на 256, а там, как правило, разница не меньше 5-7 тысяч рублей, то вам нужно 2-3 года пользоваться iCloud. Но все это время вы будете получать офигенный сервис, у вас все это будет между различными устройствами синхронизироваться, и плюс ко всему этому, вы всегда сможете иметь доступ к вашим документам, файлам, фоточкам, просто через сайт. То есть, зашли на любом компьютере iCloud.com, вбили свои данные, фоточку, которую вам надо загрузить. Это очень удобно, очень нативно, поэтому лично мой выбор и мой вам совет, это брать не самый большой объем памяти, 128 или 256, плюс, в зависимости от ваших потребностей, лучше брать хранилище. Это может быть даже не iCloud, это может быть Яндекс.Дикс, Гугл Драйв, но просто они не так удобно интегрируются в систему Apple. Ну и iPad, все примерно точно так же, как на iPhone, за исключением одного, iPad это более мультимедийное устройство. Ну то есть, немного реже люди скачивают фильм на iPhone, чем на iPad, и в iPad зачастую используют как такое хранилище для чего-то, да, кинчиков в полет закачаю, посмотрю. И это все прибавляется к тому, что если мы не берем Pro iPad, то в обычных iPad там минималка 64 гигабайта, и уже не так приятно звучит, iCloud здесь уже не так сильно поможет, но там есть еще та проблема, что если ты берешь на 256, то это прям уже очень дорого, и зачастую люди просто берут базовые iPad'ы, хватит ли базового iPad'а? Конечно, все зависит от ваших задач, если для вас iPad это просто нагрузить туда миллиард игр, нагрузить туда миллиард фильмов, да, конечно, вам будет мало базы, и нужно смотреть на более дорогие версии. Но, если для вас iPad это тем более не основной гаджет, не первое устройство, тогда, возможно, есть смысл брать базу. Опять же, если вы используете iCloud, вот у меня, например, iPad на 64 гигабайта, там занято типа гигабайт 12, и то, из которых 8 занимает система, просто потому что у меня все синхронизируется через iCloud, и основная нагрузка как бы ложится на iPhone, и что-то там iCloud'ом докачивается на iPad. Если у вас такой же формат, тогда да, и в принципе многое из того, что я говорил для iPhone легитимно и для iPad'а, поэтому смотрите тоже, мне кажется, что прям сильно переплачивать смысла нет, только если это не ваше основное устройство, вы не загружаете туда миллион игр и миллион фильмов. Тогда да, тогда вам нужно брать более, скажем так, емкую версию. Хотя, с другой стороны, если вы смотрите именно фильмы, и iPad у вас современный, на USB-C, а они почти сейчас все на USB-C, то почему бы так же туда не подключить какой-нибудь SSD-шник, за который вы заплатите заметно меньше денег, еще и передавать все эти фильмы будет удобно, можете прям подключить на него скачивать, можете скачать где-то на компьютере, потом подключить к iPad'у, в общем, это более, наверное, лучший вариант для большинства пользователей. И что же получается-то в итоге? Для кого все эти максимальные версии с памятью производят? На самом деле, это хороший вопрос, потому что у меня на него ответа нет. Я всегда считал, что максимальная память это вот что-то на жирном, на богатом, на непонятном. Я еще понимаю хоть как-то максимальную память в MacBook'е, но и то, опять же, почему ты не соберешь просто какой-нибудь RAID-массив, почему не подключить просто какой-то внешний SSD, ну, допустим, хорошо, человек вот все с собой носит, ему нужен 8 терабайт, он там кучу видосиков загружает, им надо, чтобы они все хранились на одном устройстве в виде MacBook'а, который вот так взял с собой и поехал. Окей, хорошо. Но, если мы рассматриваем ситуацию с iPhone'ами и iPad'ами, здесь для меня всегда была странная ситуация, может быть, вы лучше знаете, опять же, напишите внизу в комментариях, я с удовольствием почитаю, с вами подискутирую. Для меня сейчас пока это скорее вот так. К концу ролика я сформулировал для себя основной его тезис. Если у вас единственное устройство от Apple, возможно, есть смысл переплатить за нестандартную конфигурацию памяти, а взять следующую для себя по объему. Если это iPhone, то 256, если iPad, ну, там тоже получается в основном 256, если не прошка, там 128 в базе, ее большинству тоже, опять же, будет достаточно. Но, вот если у тебя есть хотя бы несколько устройств Apple, или ты планируешь приобретать несколько устройств Apple, iPhone, MacBook, iPad, MacBook, iPad, iPhone и так далее, то тогда проще и удобнее для тебя будет iCloud. Он выйдет тебе дешевле на дистанции, все твои файлы будут доступны между твоими устройствами, плюс, я напоминаю, что если даже вам 200 гигабайт много, то вы туда можете записать семью. Например, у меня с семьей 200 гигабайт, с женой на двоих, и вот они только сейчас подходят, заполняются к концу, а прошло уже с того момента, как я это включил, я не знаю, лет 5-6, наверное, точно. И я, да, уже сейчас буду расширяться, либо 400 гигабайт себе возьму, либо взять себе, думаю, 2 терабайта, но это я уже посмотрю. Да и то, это на самом деле все заполнилось из-за фоток и видео ребенка, потому что, типа, родители снимают своих детей, и поэтому быстро заполняется память. Если бы у нас не было бы ребенка, там бы, наверное, половину памяти сразу бы почистил. Так вот, если у вас есть несколько устройств, или вы как-то внутри семьи это кооперируете, тогда да, для вас есть смысл уже приобретать подписку iCloud, даже если вы боитесь как-то, что вот, а вдруг закроют друг это, ничего, все будет нормально, есть миллион вариантов и способов, как это обойти и жить дальше себе спокойно. Если вдруг когда-то такое случится, хотя я в этом сомневаюсь, я на этом же канале для вас выпущу видео и расскажу, как это сделать. Так что подходите к выбору памяти рационально, не стоит переплачивать за непонятные объемы, для чего они нужны, мне лично тоже непонятно. Вот такой вот мой основной вам посыл. Что думаете вы? Опять же, как я сказал, жду от вас комментариев. Если ролик понравился, как я говорил, поставьте большой палец вверх, мне это будет приятно и поможет канал в развитии. Там внизу подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ничего классного интересного не пропустите. YouTube вам пишет уведомления с выходом нового ролика. Ну и естественно, вот эти два видео специально подобраны для основного алгоритма YouTube. Зацените, если не видели, все, конечно, жмите, чтобы подписаться на канал. А с вами был Максим, спасибо большое за просмотр, пока! Субтитры сделал DimaTorzok